я ненадолго есть три вопроса таких вот которые не терпит просто как бы для себя я знаю ответы да но мне нужно дать их грамотно значит вопрос по 1 да ну это вам тут не впервые слышу потому что вот беседах с сектантами да ну с прочими там ответвлениями возникает один и тот же как бы момент но это такой камень преткновения в общем зачитаю 1 петра 2 5 и сами как живые камни устроить из себя дом духовное священство святое чтобы приносить духовные жертвы благоприятные богу иисусом христом и дальше что петра 1 петра 5 2 9 но вот избранный царственное священство народ святое люди взятые удел дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы чудный свой свет вот как бы видите всегда возникает такой момент беседах у вас с теми же баптистами да вот они как бы притыкаются на этом они не понимают почему должно быть вот именно цепочка рукоположения почему мы не можем полагать когда христос повелевает напрямую вот в этих стихах нам делать это очень даже просто что такое секта это луза взгляда на истину он может быть православие самый заядлый сектант вот эти миссионеры так называем это самый лютый сектант она узко смотрит и дальше ничего не видит каждого надо задолбить как дворкин вот образец теперь сектанты смотрят и считают да царственное священство согласно но это общее название мы открываем святую библию книга исход 19 глава 6 стих а вы будете у меня священством царством священников и народом святым запятая точка запятой вот слова которые ты скажешься нам израилевым и все знали весь народ царством священников назван но кроме того ливии на было колено и никого это не смущало вот мы считаем откровение 1 глава 6 стих я могу просто чтобы не было так вот 1 6 стих и соделавшему нас царями и священниками богу отцу своему слава держава веки веков аминь он соделал нас верующих царями и что царя не надо и царя николая не было ну нельзя так узко смотреть одно дело царство и священство вес народ назван как приносящий духовной жертвы и другое которые приносили материальной жертву если кто отдельно принесет да будет предан смерти и как в ливийном колени посвящали какой состав какие травы написано и кто сделает подобное да будет предан смерти так мы же все священники вот стойте и молитесь больше вопросов не задавайте или допустим мы считаем в откровении 5 глава 10 стих и соделал нас царями и священниками богу нашему и мы будем царствовать на земле вот в ответ я показал три места которые брать из ветхого завета и показатель здесь и новом завете зачем же господь избирал их 12-то идите и делайте нет двенадцать избранных а если еще один один отпал так и случилось это доказательство того что не все здесь константа ну а дальше что избрать а как изведанных чтобы он писал из чужого голоса который с от начала был с нами ходил и таких то было немного а почему марка не поставили на его еще разденут там он одетый простыню побежал а почему не мы можем перечислять почему но ни луки ни лука никого они позже пришли другие исследовали не жили рядом кто от начала и теперь изведанная силой духа святого непрерывно везде о духе святом говорится и вот теперь этим сектантом и ответить мы поступаем точно не самоизмышленно по святому духу все писание было вдохновенно и теперь и в новом завете в новом завете сейчас я покажу как минутку вот мы и считаем не все тут плохо вижу слово божье говорит так с перемена и священство должно быть перемене закона где это написано 7 12 евреям перемена священство но не отмена вот еще один стих который нужно им показать а они не примут ну не примут это другой вопрос мы не можем там ничего и дальше тоже мы находим послание к евреям евреям 7 глава 6 стих так седьмой стих без всякого прикословия меньше благословляется большим так кто благословлял мартина лютера на это дело никого самозванец стопроцентный самозванец а он был епископом не был он епископом ни одного дня приписывает ему священство мы это все по спорным под вопросом он был монах простой ученый грамотный монах и поэтому ниоткуда не идет и когда мы об этом беседовали раньше вот симон смена да это было священие католически но он умер без всякого прикословия он никого не мог рукополагать священник и епископ ничем не разница у них одинаковая власть кроме одного пункта епископ это матка вулии которая может распло делать плещила этого не может делать и священник никого рукоположить не может они рукополагают я говорю а где вы взяли рукополагающего-то но у нас старшие братья епископа откуда взялись а зачем нам это знать то есть ложь вот когда ходит в интернете кто-то некий разное называется как-то я понимаю там скрыто темное что-то темное и нехорошее почему открыто нельзя сказать почему апостол павел все подписал послание кроме к евреям грозила смертная казнь от евреев так а вот как считать остальные все подписались как есть поэтому с ними надо разговаривать только на основании писания никакие канона они не признают но это что я сказал вполне достаточно должны быть рукоположенные и с вами должны эту власть иметь от апостолов 247 деяния апостолов ежедневно господь прилагал спасаемых церкви зачем прилагать когда можем не церкви и когда они пришли восьмая глава о сошествии духа через руки апостолов деяния апостолов сектанты тут полное молчание болезненная точка для сектантов болезненно то что если они поняли рукоположение нужно то они никто самозванцы учить их до пана верона и корея я их спрашиваю скажите вы верите что шестнадцатая глава чисел это до пана верона корея это уже расширено говорю ну да но еще была такая казнь во вселенной живьем в ад вместе с шатрами сжить жены дети не было а хана сын азары побили камнями со всеми ребятишками их 7 глава книга иисуса новина да такое было чтоб живьем в ад не было за что я в университете когда вел занятия так доску расчерчиваю а тут юристы сидят разные студенты разных факультетов я выскажите вот я буду говорить наказание преступление и наказание книга достоевского я не буду говорить преступление вы называете наказание 10 суток помощился на вокзале где-то или заматерился даже год и они точно называют статью я говорю смертная казнь ну тогда было много у китая 50 пунктов за которые смертная казнь у израиля кажется 150 было я говорю живьем в ад так такого нету значит нету оно было апостол павел говорит 10 глава первого послания коринфянам 6 11 стих это были образы для нас это не просто событие историческое образы теперь покажите как эти образы отображались а что они сделали решили отделиться от церкви сами себя провозгласить епископами грех настолько страшен что больше такого не встречалось ну так а почему сейчас так нету но почему многие обращаются назад но столяными столбами не делаются многие берут запретный плотно рай не теряет потому что его не было для них то есть один раз и это навсегда ресурс госпоминайте жену лотову так и здесь если так получилось но церковь отступила отступила то есть она наклонилась да а вы знаете когда озов попытался подправить ковчег что бог сделал убил а за что сектантам нужно знать конкретные тут пять вопросов за что он его убил он делал по повелению царя он заботился чтобы не упал а почему человеческими силами не выправляется а сектанты пытается это сделать а мы сейчас изберем хороших таких добрых они сделают ничего не сделать они будут делиться и делиться но говорят теперь возьмите царь о за взял кадильницу когда укрепилась царство и зашел покадить а священники его удерживали не заходи это не не это не царское дело но уже все священники нельзя этого делать это священники могут быть и вдруг проказа он разгребался и пятнами пошло лицо и покрыло проказа и он это почувствовал и к отдельности ты наверно бросил народ должен был выгнать его но ему сделали дом отдельно написано это толкует ян златоус шестая глава книга пороха исаи в год смерти царя озии видел я господа сидящего на престоле высоком превознесенном края рис наполняли храм а что это ян златоус 6 проповедей говорит на то потому что в год смерти царя озии снялась проклятие со стороны поступили один прокаженный живет и видение не было даже у пророка исаи в год смерти я видел господа вот как надо понимать и поэтому если вот эти берутся не свое дело у них не видение ничего нету видение писания самое главное не знают они сектанты они прокаженные в этом плане можно вот этому сделать эпиграф такой вот что каждый кто называет себя церковью но не является таковое есть вот как раз те люди ну подобные дофану а верону кори именно именно так дело вот чем тут надо еще один момент поставить вот смотрите говорю первого глава царств я медленно говорю не надо нападать говорю ничего скажите вы верт и верт это библия это канонические книги но одно дело что в канон кто устроил они еще не знаю толком и кто перевел они должны быть церкви православной благодарны каждый день на коленях молиться за православную церковь что у нее такие умы были веры которые дали синодальный перевод но они некоторые сознают я говорю верите переговору да а вы верите что ковчег божий попал в плен так написано но вы верите что его вернули так написано так вернули жители бевсомиса были на поле а не было жатва и они решили посмотреть да а вы видели ковчег да никто не видел где-то там у них за завесой стоит ну пойдемте посмотрим один раз все равно и ведут коровы остановились и они заглянули ничего нету может быть там скрижали а чего они так таятся евреи не знаю интересно они не плевали они не хулили пошли и вдруг один падает второй третий пятый десятый сколько же там жителей то было вот сейчас допустим привезли поезд пресвятой богородицы люди в очереди стоят ну 50 тысяч что подошло это время надо 50 тысяч это много на похоронах солженицына не было столько а теперь что 50 тысяч и 70 пали мертвыми я сегодня считаю это трудно поверить даже в один день в сталинградской битве не погибало столько даже на курской дуге 50 тысяч а что они сделали заглянули а почему божье и когда мы считаем вот сегодня считали на молитве 79 78 псалом и он говорит трубами трубить в новомесяще ибо так повелел бог это устав его устав и никто не против почему сегодня спорят они бога не боятся то есть не знают бога он страшный правосудие сектанты бога не боятся я люблю я люблю игнатия причина говорит если не испытал страха начни сначала я своими словами передаю это ложь начала мудрости ты мудрый страх господин венец мудрости сера хори страх господин жизнь вся страх страх со страхом и трепетом совершайте свое спасение он несовершенно а у них уже совершено на небе они все теперь совершайте многие потерпели кораблю решение вере многие стали враги креста христова со слезами говорю вот это им надо показать они примут отойди отриси прах от ног своих хотя бы мысленно вот ответ того сегодня наши времена да ну не только в наши кого можно назвать апостолами понимаете апостолы все рассула рассул это апостол расул гамзатов если так по именам то взять но слово апостол посланы но в самом таком смысле но если господь избрал апостолов написано во первых апостол вторых пророками то зачем под это имя не идти когда написано 12 апостолов сейчас они а это евангелисты евангелистов только 4 было больше их не было 4 почему ну 5 евангелие можно написать там от дворкина там или от кого-то еще но это не будет евангелия 5 евангелие есть говорит она наша жизнь пишется как один выразился но это так образно выражение не может быть если названа да этот современный апостол но это в том смысле что он действительно так вот был такой экстраординарный профессор санкт-петербургской академии семенов и он перешел к старообрядцам белокринитской иерархии ему было дано имя михаил его направили в канаду там он не поехал другая история это они угнали они его гнобили он хотел как-то приблизить господствующее православие со старообрядцами и он от переходящих не требовал чтобы именно двумя перстами старообрядцы задолбили его за это он сошел с ума его там черносотинцы где-то избили ну и умер а потом они пишут это апостол двадцатого века они любить умеет только мертвых пушкин вот так можно назвать но надо понимать что близко допустим златоуст златоуст это не апостол вот инокентий таврический да зовут про меня фильм поставили златоуст газету пишет называют златоустом ну какой я златоуста это так только в насмешку вот апостолам дано было власть крестить да от господа вот сегодня православной церкви но у нас есть такое учение что крестить может при отсутствии священника крестить может любой мирянин даже так называемый да ведь это получается него попадает власть апостола что ли да нет крестить это нет нет надо запомнить фразу я назад а уста для того чтобы обратить человека чтобы стать миссионером это их профессия нужны тысячи талантов ну какие у них таланты ты посмотри на него с вами от которой приходят священники беседы вижу рот развивает хохочет он ничего не знает он знает кадила деньги и дальше не дальше этого не идет тысячи а чтобы крестить не надо ни одного таланта достаточно быть священником а мирянин случай нужды когда ни одного нигде нету и человек болен разрешается это официально разрешается почему потому что она крещение прообразована было обрезанием и обрезали священники ветхого завета а если нету даже женщина могла сеппора моисеева жена она обрезала и бросила края обрезания и говорит ты жених крови моей даже женщина а раз это по образу у нас того значит может у нас и женщина крестить при условии ни одного священника нигде нету ни одного мужчину умеющего крестить нету а то я крещеный горят как тебя крестили какая-то бабушка как моя завес вода она на берегу стояла не слыхал такого а какие она слова говорила дакаящего знаю я не слышал ничего не было обман не может такого быть если даже не так что-то великой беде как никифор пишет может быть если что-то не так искажено василий великий об этом говорит скрещение надо быть очень и очень осторожен обливание допускается но только в трех моментах клиник сергей козлов лежит вот его можно дальше в тюрьме где нет сосуда никакого но там разы воду то дают пить раздельте три раза облейте полностью третье но третье давно было но пришло у русских в плену то есть не вырвешься у татар степи где нет воды а что то дается там можно было раздеть водой питьевой там облить все на этом закончилось а сегодня подряд а у нас условия какие купели нет за 20 лет купель не построили почему купели у баптиистов у всех были советской власти ссылается на советскую власть я пошел к уполномоченному седешев александр петрович а так как правило были люди с генеральским званием на пенсии кгб я говорю почему православным не разрешаете полное погружение а кто не разрешает я грудок священники говорят перестаньте мне разницы нет вы хоть всех утопите вот так я баптисты и мне разрешали они тайно ночью выезжали и мы это делали которые у нас люди приезжали у нас были свои священники ну какие свои то есть патриаршие служат тут ну тайны и мы ездили куда-то отдельно там губа называется губа то есть от от обитом залив такой и там крестили то есть всегда можно найти где поэтому смотрел этот ролик ваш с отцом на умом какую и делали дорогущую эту купель и что-то что сотворили я не виню ни отца на ум и ни в коем случае я вижу что он конечно сам расстроился сильно это не это не его храм а шо же и шо же сотворили то вообще я не так и не понял кому это в голову кому голову пришло такое сделает я я к чему говорю то что тут лукавый посмеялся сделали купель как у сектантов надо положением как в огроб крестить у них да понимаете чем дело насмешка такая насмешка я говорю если этого нельзя сделать теперь размонтировать никак ну сделайте посредине углубление хотя бы 2 на 2 метра такой огромный там не надо ничего монтировать там поднять борта и все надо там борта поднять но борта то поднять тогда как-то шагать надо через борта лесенку лесенку совершенно правильно но они не сделают это почему а нарушение все от кого исходят и попы которые это делали еще крест то сделали с такими разворотами на крест они похожи крест должен быть как у старообрядцев точно ну на некоторых храмах москве то есть прямые линии должны быть нормальный крест он может быть 4 6 8 конечно прямые линии должны быть на храмах то на накручено у нас тут покровский собор и вот так вот линия она поперечина в конце вот это которая поперечина там еще вот так вот я посчитал 18 концов 18 на 3 4 шестерки что вы делаете то вот и все это кощунство кощунство от я цена ума это сказал я горит обязательно там скажу о евангелии о евангелии как и благою вести и о вечном евангелии в общем когда мария магдалина пришла к христу и омывал ноги елеем его и я тирала волосами а вот ее начали укорять да а господь говорит истинно говорю вам где не будет проповедана евангелие сие в целом мире сказано будет в память ее и о том что она сделала да это вот матфея у нас 26 13 дальше читаем от марка значит от марка у нас 13 10 и во всех народах прежде должно быть проповедано евангелие то есть видите тут говорит что где не будет проповедано то есть подразумевает что не везде будет проповедано а здесь что будет проповедано почему такое вот так но стоне где не будет означает не не то что оно не будет где бы она не проповедовалась это образ русской речи иные говорят такое вот это не побывали ушами слышите и не обратятся чтобы спастись не обратятся не обратятся то есть они обратятся это оборот русской речи такой нам это необычно это означает кто обратиться те будут спасены и где будет проповедано где бы она не проповедовать не там не не они стоит не и они это означает всеобщее везде будет проповедано не это не 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 отрицание они всеобъемлющие это русский язык вот из этого что следует мы понимаем ну теперь из опыта и вот сегодня человеком разговаривал ну и до этого были беседы в мире евангелие еще не везде проповеданы посмотрите в индии люди ну огромное количество людей которые христи не знают в китае христи не знают много людей значит еще не везде но проповеданы вот как же несоответствие такое получается вроде идет все к концу а евангелие еще и не проповеданы ну понимаете вот буквально если взять так каждому слову приложить то что есть то действительно это не так а если взять что-то гиперболическое выражение все слова все и много означает разная вещь но однако иногда оно означает одно и то же и многие восстанут из спящих вам в опрахе у даниила написано 12 глава так многие ли все все конечно а почему не все но потому что их будет много все которые тут это не противоречие а просто ну автор это автор дух святой и он вложил напиши что многие многие так точно и здесь везде означает каким-то образом где-то кто-то сказал даже без проповедников вот пришел кто-то и говорит а я ездил туда там христианские церкви а как они верят она не верит что у них за них умер ты говорят что это бог был на земле и он спас их кровь пролил и все это уже проповедь больше ничего не сказал и поэтому сегодня в мире ну у меня данные устаревшие может лет 30 назад это высчитал 2896 нации на речи на речи которые есть но встречается новое сегодня может быть и 2893 тысячи но как перевод тогда библии библия переведена на языки народа всего мира но не всего сегодня говорят большинство вот это более верно так а иногда только новый завет а иногда только одно евангелие но это тоже слово божие тоже и сколько переведено ну допустим произведение самое такое много переведено у меня данные говорю устаревшие самое много переведено от олег николаевич толстой произведение нас это на 130 языков кажется 136 было сейчас может больше и дальше дальше нету переводов нету корану не переводится ну 2 3 на этом все но а библия библию переведена повторяю устаревшие у меня данные на 2100 это у меня данные были лет 20 назад а ты 2896 то есть 700 народности не имеет написанного евангелия тут надо точность иметь но там было проповедано да никто даже не знает вот описывает случае насколько достоверно неизвестно где-то там среди парижских островов выбросила после корабля крушения робинзона круза капитан но они его приветили и потом у костра сидят его не начали молиться он атеист был он горит я никогда в это не поверю что что-то за гробом есть и он стал над ними смеяться и вдруг слышит английская речь один стал и говорит вы радуетесь что мы молимся что мы получили было кораблекрушение среди нас долго жили пока их не нашли англичане если бы они не были здесь мы бы сегодня вас и жарили вкусное мясо хорошее упитанные англичане то как один тут приезжал брежнева поцеловал сказал а теперь знает он сказал упитанный какой то есть слопали бы глаза не моргнули вот тебе ответ то есть про этот остров не знает а там евангелие благовествуемо было и сколько то нету это все равно что всех ну из этого из этого что исходит то есть мы должны буквально понимать что каждое ухо услышит благою весть большинство я к чему тебе привел даниила большинство а 2896 на она надо речи на языке найти в мире а больше 2100 уже переводов мы считаем что большая часть переведена а другие может мы не знаем друг друга устно передают услышали в эфиопии побыли а у них говорит христианское кто-то спросил услышали в китае только за последнее время больше ста миллионов говорит христиан стало свободу дали больше ста миллионов а ясно дело что они дома не сидят другим говорят и поэтому мы не знаем ну но мы не знаем но это не значит что нету или я понимал он один я один остался моей души ищут 18 глава 3 книга царств и другого бог заговорил у меня есть еще сколько 7 тысяч которые не преклонили колено он не знает а там авдий разбил их по сотням и кормят в пещерах но правда скудновато мы не знаем всех никак вот у меня сколько пишут люди я встречаю так мне даже страшно говорить сколько людей обратилась за последнее время через наши ролики совершенно незнакомые люди и вот для меня духовный отец я был у сектантов я руководил у них 13 лет теперь я в православии сейчас готовлюсь священником стать сам ненецкого округа там никогда не было в него среди ненецкого округа из-за рубежа я тут одного не хочу называть он горит ушел было баптистом на ваши пленки попали я говорю сразу вернулся а теперь магистр и доктор богословия патриаршей церкви да и гнатьич на моих глазах все происходит мне эти люди пишут мне они пишут понимаете что мы познакомились с инатьем техновичем мы поменяли вообще виктора своего направления то есть жилья ним мне то есть но как похвалиться знаете вот ну господом похвалиться от радости знаете как вот у меня недавно ну как не знаю насколько недавно вот господь открыл так но вы сами знаете что я вас постоянно укорял тому в тщеславии во всем вот в этих вещах вот ну я немного изменил свое взгляд свой знаете но благодаря знаете кому кстати евгению потемину то есть он мне открыл ваше истинное служение то есть я сейчас осознал как бы в полноте вот но еще раз хочу попросить прощение вот за мое но сегодня я прощаю и как будто еще не было я был неправ вот и на семи секциях соблазн подал какой я не хотел этого у меня еще не скрывается если я сделал дело не умышленно это если я рассказывал сказала девочки а вы хвалите с собой как тогда павла говорит павел продлил слово до утра что он говорил то он говорил о том что бог сотворил нашими руками это бог делает при чем тут я если ему это угодно у тебя утром стою только уже накидали мне помолиться за кого она из больницы не вылазит девочка молимся но как я не прошу ничего только воли божьей это ну почему вы так зависть понимаете это все по зависти что говорят я их понимаю когда говорил это тебя не раз уж повторял стефана побивали он говорит и братья продали иосифа по зависти давайте воскресим их все скажите вы завидовали да вы еще с ума сошли пилат говорит и предали христа по зависти если бы знали это фарисеи это там первосвященниками хохотали до утра завет за кому завидовать то но он знал они не знали это такой грех вы представьте я не учусь нигде у меня никакой власти нет образования никакого нету я люблю бога и они мне завидуют ну конечно и что поносит меня потому что у них ничего этого нет людей притягивать страдания и искренность я хочу еще последний вопрос задать я не знаю будете вы на него захотите не хотите есть вообще толкование этому или нет вот опять же о евангелии уже о вечном евангелии на откровении 14 6 и увидел я другого ангела летящего посреди неба который имел вечное евангелие чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и всякому колену и всякому языку и народу вот у нас есть сейчас евангелие благая весть евангелие царствие небесного вот а что вечное евангелие представляет собой тут чтобы объяснить это нужно посмотреть ветхом завете потому что там прообраз тень будущих благ и там говорится вечная суббота как как вечная на то что оно указано воскресенье воскресенье мы воскреснем она в вечности идет так и здесь евангелие говорила хресте когда говорится евангелие благовесть и когда пришел в царстве царствие это христос царство божие не пищи пятьей дальше это просто внутри нас и он зато усть�ат толкует где говорится явится царствие его это тимофеев он пишет апостол павел-то и в царстве и пришествии рarner это явление царя славы И так как Евангелие благая весть о Христе, о Христе любви явленная, что Он умер за нас, и мы утрим Его как есть, и будет плоть наша подобна Его плоти. То есть это означает Евангелие временное, которое сегодня к нему приведет. Что такое осуществление ожидаемого, уверенности невидимого. И любовь все пристанет надежды. А зачем надеяться, когда получил? И вера мне не надо верить, я вижу. А любовь всегда. То есть Евангелие на третьей ступени, на возвышенной, останется навсегда. Любовь – это Христос. Вот допустим, что можем сказать о Христе? Вот человек не знает. Но я скажу, Христос – это второе лицо Троицы. Это как-то не трогай. Второе, третье, я не верю. А еще что можете сказать? Кратко только. Ну, Христос, послушный Отцу Небесному, и сказал, вот я иду, ты приготовил мне тело. Тоже как-то непонятно где-то. Но он умер за меня. Нет больше той любви, как кто душу положит. Вечности будут день и ночь. Когда поют ангелы и архангелы, свят, свят, свят Господь Савовов, исполнивший небо и землю славы своей, то какая будет его слава? И он говорит, 17 глава, Евангелия Теана, 1 стих. Прославь меня, Ваще Славой, которой я имел у тебя прежде бытия мира. И, знаете, я вот еще хочу, опять же, по откровению вот у меня. Знаете, как мне вот этому месту почему-то лежит так сердце, мне хочется узнать. Вот написано, увидел я другого ангела, летящего посреди неба. Вот почему-то, почему он посреди неба летел-то? Знаете, как я понимаю, ну, мне как открылось, да? Который вот имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и всякому колену, и всякому языку, и народу. Видите, тут перечисляются, ну, все-все-все, все, что только возможно. И знаете, как это для меня Господь открыл, что это интернет, что через интернет будет идти именно вот эта проповедь евангельская, и последний призыв Божий покаяться к покаянию. Возможно, что это будет через интернет? Похоже. У Рогозина Павла Иосифовича, баптист, как раз об этом говорит, тогда было радио и телевидение. Ну, а тут нетрудно перекинуть и на интернет. Конечно, это так. Но интересно, что католики сразу же нашли, кто будет патронировать. Исидор. Он где-то писал что-то, посылал письма. Самое-то глупое, даже безумное, это православные делают. Вот патриарх Алексей Второй с министром обороны Гращевым думает, как спасти ракеты. Самое страшное для американцев ракета Сатана. И они решили поставить, которая будет охранять их, Варвара Великомученица, римская девушка, будет охранять. А почему? Потому что ее гора сокрыла, когда она убегала от отца, от своего, которого там и Диадор, или кто у нее был-то, Диаскор. А ракета-то тоже под землей. Ну, по сходству. А католики Исидора нашли, который патронирует и наш интернет. А я за интернет-то молюсь каждый день. Тим Бернер Сли, и он живой, и мы за него молимся. Интернет будет он до последних времен. Его обязательно будут в любой войне сохранять, потому что это единственное средство связи, спутниковая связь. И через него будет вещать как раз Антихрист, и через него чудеса всему миру показывать. Это все так и есть. Так что полностью согласен. Инотих, все, мне пора уже спать, пора. С Богом! Спасите Господь, Матушке, поклон. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь.